Хочу вам ещё показать момент, как мы вот в Аргентине время проводили, и для меня это нормально. Вот когда я люблю человека, вот любила, люблю вот сейчас мужа моего, вот мы вот так вот весело проводим время. Независимости, ну вот это просто один пример. Здесь мы там ходили в бильярд, я просто вам хочу показать, что у нас весело, у нас всегда весело. И это вообще, ну никак. Не, ну не всегда весело мы же не эти, вот они, не куку. В Америке говорят куку-берд, это значит всякие, вот знаете, причмокнутые, вот. По-разному бывает, но у нас очень часто вот весело бывает. Так вот, смотрите. Пошли играть в бильярд. В одной из игр я забила 8 шаров. Победа почти. Единственное условие избегать, чтобы чёрный шар не упал в отверстие. А что начал делать, значит, полицейский? Ловушки из-за подни. По числу забитых шаров меня догнать не мог. Но если чёрный шар падает в ненужную дырку, я проиграла. Он оставил чёрный шар так близко возле ненужных дырок, что при дуновении ветра шар должен был упасть. Так и случилось, я проиграла и разобиделась. Хорошее настроение улетучилось, так как он, чтобы я, значит, чтобы я развеселилась, но это мы и с Артуром играли, конечно, катал меня на лошадке, вот, на плечах. Не на спине, а на шее. Отец меня никогда не катал. А вот, ну, я говорю по имени, значит, а вот из Тегрибе в 34 года, да, это мне 34, а ему 41. И высота больше двух метров, страшно жуть, 3-4 квартала в прискок. Я думала, свалюсь и убьюсь. Когда было страшно, в крик люди смеются. Представляете? Смотри, пульсарес. Ну, для меня это вообще нормально. У меня даже фотографии есть. Это незабываемые моменты. Вы знаете, вот это. Самые люди, они помешаны на вот, ну, вот то, что передок, знаете, на голову. А мы с Артуром очень любители, там, птичек посушить, в парке поскакать, вот такое вот, и повеселиться. Это вообще никакой привязки к деньгам нету. В этом основе всегда, ну, это люди тянутся. Когда было страшно в крик, люди смеются, а мне страшно. Вот, Тегрибе бегал и кружился, а мне смешно и страшно. В общем, всё, моё плохое настроение улетучилось. То есть ещё, смотрите, вот, за пять лет, да, ну, вот Бог нас не благословил, ребёнка. Пытались, я записывала, вот, конкретные даты, чтобы точно знать, потому что, вот, с Артуром я же точно знала, вот, дату, когда вот случилось. И я до сих пор помню, 12 октября, 11 день, но он родился 14 июля, видите, как. И так же самое вот в Одессе с его родным папой мы. Только тут беленький, а тут вот чёрненький, через океан. И там мы постоянно ссорились, вот, то же самое, такие страсти-мордасти, в общем, такие жуткие страсти-мордасти. И оба Скорпиона, вот, и, значит, я, когда в молодости была, я начиталась, что вот по моим гороскопам мне категорически противопоказаны Скорпионы. Скорпионы, и вот категорически написано, вот, такими буквами было, роковая любовь, вот, роковая, знаете, вот, таким, как. Булыжниковая. Вот, так, ну, я же девушка, я же говорю, у меня голова, вот, она не, она вся от опыта, вся такая седая. И вот шишаки, то есть я всё время выбирала такие вот, а пойду проверю. И вот с его родной, с Артуром, родным папой, вот, мы три года, вот, так вот проверяли, и вот, напроверялись, вот, Артурчий такой. Так что, если он там, в 10 лет, у меня одну сигарету воровал, я уже рассказала же, я в лет 8, у деда эти папиросы было, морканал тырила. И, нет, нет, я в 9 первый раз закурила, вот, и, наверное, в 10. Ну, представляете, такая, я представляла, что я Анна Ахматова. Ну, никто за мной не смотрел, вообще никто. То есть, если там с Артуром, я вот приходила, периодически смотрела за ним, что он там, вот, вот, и я чётко знала, сколько там папирос, сколько у меня копеек. Здесь у меня записано 25 копеек он меня стырил, понимаете? Вот 25, вообще конец света. Если бы я ему давала деньги какие-то, зачем ему тырить, вот, хоть какие-то. И что, то он круглую стырил это, вот, из моего же кармана, вот, и картошку какую-то себе купил, бедный ребёнок. Так вот, посмотрите, у меня записи насчёт детей, ну, так бы был беленький и чёрненький, вот, от каждой любви папа-ребёнку. И, вот, например, в сентябре, 30 сентября 2002 года, вот, теперь, возможно, в нашей семье будет прибавление. Вот, у меня всё записано по датам. Вот так вот, вот такая вот я. И там переписка с этой, там была Ирина Рамазан, я так и не знаю, кто это. И такие вот, я тоже посмотрела. И вообще, значит, меня там уволили с одного ресторана незаконно. Вот этот Ипполита, там три хозяина ресторана были. Тот, у которого больше всего денег был, я вообще забыла его имя. Он итальянец, насколько я вот от этой Ирины, вот этой Ирины Рамазан, Хосе-Хосе его звали, насколько. В общем, я там поняла. И он там распустил сплетни, значит, ей рассказала там всем, что я там якобы что-то там с ними мела. Вот, а вот, правда, вот я, я вообще-то забыла, знаете, ну, выиграла и выиграла. Я у них суд выиграла. Здесь не на Пасху 2003 года я здесь увидела. Я говорила, что там один ресторан, они сильно издевались над девочками, официантками. Все от них сбегали. Вот у меня записано, что 10 официанток сменилось за 8 месяцев. А я же такая, я не сдамся, я здесь их худела, и вот в обмороке падала, но не сдавалась, потому что мне девочек было этих так жалко. И вот этот Хосон приставал сильно у нас. Девочка Эля была, царство небесное её душе. Вот, и она замужем была, у неё доченька была маленькая годы 3, 2 или 3. И вот этот мужик так к ней приставал, но так приставал, но просто прохода не давал. И я как бы покрывала, в общем, он её, у нас там 2 этажа было, и на второй этаж он поднимался, и всё время её просил принести эту вот ему еду. И вот заливал там, ну, приставал. Я имею в виду, не домогался, не физически, а вот уговаривал. И она меня просила, Оксана, пожалуйста, я не пойду вот туда приносить ему еду. Пожалуйста, пойди ты. А он прямо вот ей, вот принеси, вот ей. И приходила я. И приходила я, и вот сервировала всё ему вот еду. И я думаю, что он так обозлился. В общем, там получилось, что то ли я первая, они меня уволили. У меня здесь записано. На Пасху я заболела. В общем, у меня там, температура, кажется, у меня поднялась. В общем, я пошла к врачу, поехала, и мне дали официальную справку. Ну, температуру померили, всё с государственными печатями. И дали справку на 4 дня. А я им позвонила, предупредила, что меня не будет, что я иду к врачу. И потом позвонила и сказала, что вот у меня есть справка освобождения на Пасху 2003 года. И они меня в телеграмму уволили. Я пошла в суд и выиграла дело. Вот у трёх мужиков вполне возможно, почему я забыла это. Возможно, вы знаете, вот у меня из памяти стёрта, потому что Эля погибла. Он настолько её домогался, и она не соглашалась. И она, кажется, уволилась или что. И, в общем, получилось через время, я не помню, через полгода или что, она развелась с мужем и полюбила там одного человека. И, в общем, она забеременела. И он был впереди на мотоцикле, а она беременная сзади. И они разбились, и она погибла. Погибла с этим ребёночком в животе. И её дочка Селесты осталась без мамочки, осталась сиротой. И вот у меня вообще вот этого имя, этого мужика, вот этого итальянца, вот, знаете, вот даже Хосе, вполне возможно, Хосе, я не помню, вот, я не помню. Альдо помнит того еврея, этого доставучего, такого жуткого. Хорхи помнит из предыдущей работы, когда я там нашла, я работала вот в этой фирме, в ресторане итальянский. Я тут итальянский ресторан говорил, он на реколете, просто изумительный. Называлось Тонио, Тонио, пицца и кафе. И вот даже адрес есть гида, это у них, вот я записывала, ну, там, а, это промоушен, то есть, вот, какая пицца была, какие-то, вот, смотрите, промоушен, это вот, как бы сеты, ну, вот, предлагают. Вот, одна маленькая пицца муссарелла и одна, этот вот, пиво, бутылочка пива 7 долларов. Большая пицца, ветчина и большая бутылка, литровое пиво Кельмес и 4 импанады 15 долларов. Вот, в общем, адрес гида 1992, угол Хунина, это на реколете. Вот, видите, вот даже телефон, вот, ну, вот этот вот Хорхи там был менеджером, и он плохой был менеджер. Вообще у нас, вот там были изумительные хозяева, семейная пара, мужчина, женщина, пожилые, дочка у них была, ей было лет 20, и внуки у них уже были, у них несколько детей было, просто изумительные люди. А этот Хорхи у них был управляющим, и он плохо вёл дела, и они разорились. И я там проработала, это итальянская пиццерия, и этот повар был изумительный. В общем, там, ну, просто изумительный был ресторан. Так вот, этот Хорхи как-то познакомился с этим Хосе. Там ещё Альда, и они втроём сбросились, но там большинство... Да, да, да. Да, да.